В подмосковном Нарафаминске сегодня стартовал чемпионат России по вольной борьбе. По итогам первого дня сборная Дагестана вышла в лидеры командного зачета. Сколько медалей завоевали наши вольники, расскажет Курбан Рагимов. Он работает на месте событий. Чемпионатом России в Нарафаминске вольники возобновили свой сезон. Из-за вынужденной паузы большинство спортсменов не боролись по 8-9 месяцев. По выступлениям любимчиков успели соскучиться и болельщики, которым в зале присутствовать не разрешено. На трибунах тренеры, представители команд и СМИ. Первый день чемпионата для дагестанских вольников сложился сверхудачно. Борцы из Южной Республики были представлены во всех трех финалах. Причем в двух из них они выявляли сильнейшего в очных противостояниях. В весе до 61 килограмма судьба золота решалась в Хасавюртовском дерби, где Абезгаджи Магомедов одержал волевую победу над Рамазаном Ферзалиевым. Абакар, брат, они подсказывали, что он уже устал работать на ногах. Вот поработал. Рамазан, мы как братья с ним. Сегодня я, завтра. Ничего такого нет. Дальше уже посмотрим, что тренер. А так хотелось бы поехать на чемпионат мира подростков и выиграть. Ты уверен в своих силах? Я уверен. Если бы я не был, я бы такую конкуренцию не прошел, и тут чемпиона не стал бы. В другом дагестанском финале первое место оспаривали Гаджумрад Рашидов и Ахмед Чакаев. Очередная встреча лидеров олимпийской категории не баловала зрителей приемами. Лишь по мнению судей, чемпион мира из Каспийска был активнее своего оппонента. В этом же весе произошла главная сенсация первого дня. Неожиданно с дистанции сошел победитель Игорь в Рио Сослан Рамонов. Его остановил Загир Шахиев, ставший в итоге третьим. Соперник был хороший. И мы не раз встречались уже много раз. Боремся и вместе тренируемся, как бы и борьбу знаем. И из-за этого так получилось. Не всегда бывает, как хочешь. Ну, я думал, или Ахмед, или Рамонов. Удивило поражение? Ну, Рамонов с утра видно было, и не восстановился, и високомка тяжело пошла. Первый сладкий видно было, как тяжело двигался, и дышал тяжело. Молодой наступает. И только в категории Мухачаев спор за золотую медаль вмешался представитель Алании. Хорошо знакомые друг другу, Заур Угуев и Азамат Тускаев, обменялись замечаниями за пассив. Ничья здесь больше устроила дагестанца. До этого двукратный чемпион мира из Хасавюрта одержал три досрочные победы, подтвердив тем самым статус лучшего российского легковеса. Первые, вторые, третьи схватки были, ну, такие быстрые, можно сказать, сделал 7 по 10-0. Финальная схватка всегда была тяжелая и очень такая напряженная. Ну, так получилось, что хотел сделать, не получилось. Он тоже для меня неудобный, физически сильный. Хотел что-то сделать, но не получилось. Я, честно говоря, когда освобождаю, чуть расслабляюсь, я думаю, лучше со мной нужно бороться и доказывать, что не просто так это все. То есть, если травм нет, нужно обязательно бороться? Да, если травм нет, нужно обязательно бороться. Вот я целый год пропустил и как-то все равно не почувствовал коверам. Я особо не почувствовал, хочется дальше побороться, где-нибудь еще нужно. Так сборная Дагестана вырвалась в лидеры командного зачета. Удачный старт дружины прокомментировал ее новый главный тренер Гаджи Рашидов. Ну, выиграли первый день турнира, да, у нас удачное стечение обстоятельств. Ребята, ребята хорошо отборолись, выложились, ребята. Мы, я еще дома говорил, они горели, ребята, горели, хотели бороться. Ну, вот, ковер показал, что я не ошибся. Ребята очень здорово сегодня первый день отборолись. Сейчас будем ждать завтрашнего дня. Помимо золотых и серебряных наград в копилке дагестанских вольников еще три бронзовые медали. Закрепить этот сегодняшний успех завтра постараются борцы следующих весовых категорий. До 70, 74 и 79 килограммов. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Нарафаминск.